Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим о такой теме, как аллергический дерматит. Это достаточно частое явление. По сути дела, это аллергия кожи чаще всего на разные наружные вещества, которые поступают на кожу. Она может наступать либо практически сразу, после нанесения на кожу каких-то препаратов, контакта кожи с какими-то веществами, которые вызывают аллергию. Это так называемая аллергия по немедленному типу. Либо возникать после инкубационного периода, который, то есть бессимптомного, который, как правило, длится от 14 до 21 дня. Это в том случае, если это так называемый замедленному типу возникает аллергия. Потом она может также при повторном контакте с этим веществом, несмотря на вот такой начальный бессимптомный период, возникать уже практически сразу же. Очень часто, в общем-то, высыпание на кожу возникает не только в участках контакта кожи с данным аллергическим веществом. Это происходит, в частности, вследствие распространения этого аллергена с помощью рук ваших, с помощью каких-то убываний, с помощью одежды, то есть которая растирает и распространяет этот аллерген. Необходимо указать на то, что аллергена может быть очень и очень мало для возникновения высыпаний. В том и состоит аллергическая реакция, что на малое количество вещества, нанесенного на кожу, развивается точно такая же реакция, как и на большое количество. Что является наиболее частыми причинами вот таких вот аллергических реакций? Ну, во-первых, это все практически косметические препараты. Почему? Они состоят либо из синтетических разных веществ, к которым организм не привык, либо из, так называемых, растительных. Растительные компоненты для аллергика, то есть, грубо говоря, травы, являются одним из самых аллергичных веществ. Поэтому очень часто косметика, в том числе шангулы, никремы, маски, те же самые помады и так далее, тени для глаз являются как раз теми самыми аллергенами, которые вызывают появление контактного аллергического дерматита. Соответственно, какова же у нас диагностика? Что возникает при контактном аллергическом дерматите? Ну, во-первых, это воспалительные высыпания на коже. Как я сказал уже, они могут быть из-за разноса не только в месте контакта, не и в других местах. Как правило, это сначала покраснение, покраснение на коже, покраснение островоспалительного характера, наблюдают часто зуд, иногда даже болезнь с покалыванием. Затем на фоне этого покраснения возникают маленькие пузыречки. Пузыречки возникают вследствие того, что кожа пропитывается, так называемая, или наступает с фонгиоз образования пузыречки, фототиплора. Подобный же процесс развивается и при экземе. Экзо, скипай, по-латински. И, соответственно, затем в ряде случаев могут образоваться даже большие пузыри на коже. Чтобы правильно диагностировать аллергический дерматит, нужно, во-первых, данное вещество у аллерголога нанести на коже в виде аллергической пробы, правильно. Ну, и взять, соответственно, кровь на основные аллергические вещества, такие как иммуноклублье, циркулирующий иммунный комплекс, эзотонофильный котионный белок, посмотрите общий анализ крови и так далее. Очень часто аллергический дерматит разливается уже у предрасположенных даже клеток, в том случае, если у них наблюдается вот такая вот ранняя аллергия на кожу. Как лечат аллергический дерматит? Ну, в основном, это самое главное, избегать контакта с тем аллергеном, который он вызывает. При отсутствии контакта он, в общем-то, постепенно, другой дерматит, если что, медленно, проходит сам. Если это мокнущая стадия, то назначают холодные примочки, холодные примочки с противовоспалительными препаратами, с тем же самым отваром ромашки, с резорцином и так далее. При стихании вот таких островоспалительных явлений назначаются в том числе гормональные мази, можно назначать негормональные мази, например, это те же самые ихтиоловые мази в стадии разрешения, например, это анастопыру, крем, ну и так далее. То есть, часто используется гормональные мази, например, сенофлан, флуцинар, адвантан, элако и так далее. Соответственно, также при распространенных формах используются препараты антигистаминные или протеоаллергические, телегинзу, пластиноэлиус и так далее. Ну и при распространенных дерматитах, при длительных и непроходящих дерматитах используются инъекции противовоспалительных, противоаллергических препаратов, таких как натриэтосульфат и альцинеканат. При образовании аллергических дерматитов у вас на коже, вы можете обращаться к дерматологу нашего медицинского центра «Плат-Патилады в Москве». У нас проходит грамотная диагностика и лечение такого заболевания аллергических дерматитов. При появлении признаков любых кожных заболеваний ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.